Аллюя! Слава Иисусу Христу! И у нас была классная домашняя группа, мы так радовались. И у нас была такая классная тема, мы говорили о жертве благодарения. И сегодня жертва благодарения это что-то важное, что-то дорогое, что должно изменить жизнь множества людей сегодня. И я верю, что так и будет, что Господь изменит жизни людей, Он изменит жизни многих людей. Сегодня время благодати Божьей. Аллюя! И в прошлых передачах я говорил о шагах, которые необходимы для того, чтобы принести правильную жертву благодарения. Писание говорит нам, Левит 22, 29. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, то есть так, чтобы она приобрела вам благоволение. И вот слово «так» открылось мне, это чтобы подставить себя, чтобы подставить себя в тупик, чтобы где-то лишить себя чего-то. И вот я вам хочу сказать в прошлом видео, дорогие вип-партнеры, партнеры, дорогие служители, каждый человек, послушайте, я говорил о том, что есть шаги. И вы должны знать, первый шаг нужно осознать, идти до конца. До конца, пока ты не получишь внутреннее свидетельство, что ты сделал все. Когда ты доходишь до конца в своих жертвах, жертва это не что-то, вот бывает, ты принес, и ты смотришь, надо еще приносить, надо еще приносить. Бог указывает на что-то еще приносить. Но ты доходишь до конца, пока у тебя не будет внутри свидетельства, что ты сделал все. И тогда, когда это происходит, ты уже даже молиться не можешь. Ты можешь уже только благодарить, только прославлять. Итак, первый шаг идти до конца. Второй шаг. Ты должен просить Бога, чтобы Он указал тебе на жертву. Чтобы Он указал тебе, как Гедеону. Гедеону Бог указал на двух тельцов. Что сделал Гедеон? Гедеон, он принес Богу козленка и похлебку. И Бог принял это. Но потом Бог ему сказал, возьми тельца отца своего, возьми тельца одного и второго, семилетнего. И это было наследство Гедеона. Это было будущее Гедеона. Это было то, на что Гедеон мог опереться, рассчитывать. И вот послушайте, Гедеон взял и принес это в жертву. И потом он увидел величайшую победу над Мадеонитянами. Он увидел, как Бог утвердил его судьей Израиля. Он увидел великие чудеса. И вот я вам хочу всем сказать одну вещь. Второй шаг. Мы говорим, Бог укажет путь. Бог укажет на жертву. Но третий шаг – это осознание жертвы. Мы должны знать, что Бог желает, чтобы ты пережил настоящее чувство жертвы, когда ты жертвуешь. Потому что когда ты жертвуешь и когда ты даешь – это две разные вещи. Очень часто в жизни я путал даяние с жертвой. И только когда я получил откровение о том, что такое жертва, как нужно жертвовать, жертвовать так, как, чтобы подставить себя. И вот я вам скажу так, что даяние – это когда ты даешь, но ты не подставляешь себя. Ты даешь, но ты все равно где-то продолжаешь жить нормально. Жертва же нарушает твою жизнь. Жертва нарушает твой мир, твой Бог, жертва нарушает многое в твоей жизни. Поэтому Иисус сидел в сокровищнице, и Он смотрел. Люди все собрались и смотрели над тем, как Иисус сидит у сокровищницы и наблюдает, как другие жертвуют. Вы знаете, многие люди могли осуждать Иисуса и говорить, посмотрите, Он думает о деньгах и так далее. И написано, многие богатые клали много. Одна бедная вдова подошла и положила две лепты. И Иисус, который молчал все время до этого, просто смотрел. Вдруг начал говорить, и все внимательно слушали. И Он сказал, вот эта бедная вдова положила больше всех их. И причиной было то, что вдова положила все пропитание свое. Другими словами, вдова подставила себя. Она лишила себя всякой опоры на завтра. Она лишила себя всякой безопасности на завтра. Всякого мира, покоя. У нее не было никаких гарантий завтрашнего дня. Только голод ее ждал. А на самом деле, она просто в себя верила в руки Божьи, по-настоящему. И если бы не Бог, она бы осталась голодной. И она решила, что да, я веряю себя в руки Бога. Теб клали много. Однако, они не веряли себя к Богу, потому что у них было еще. И вопрос не в том, друзья, сколько человек дает. Вопрос в том, сколько оставляет. Вопрос в том, даже не сколько оставляет. Потому что бывает, человек достал последние две гривны, дал и говорит, у меня больше нет денег. Я великий, жертвенный человек. Нет. На самом деле, это прообраз того, что человек, он лишил себя чего-то, что могло защитить его в будущем. Как Гидеон, который лишил себя того, что было его наследством. И вот, когда ты понимаешь, что такое жертва. Жертва, это то, что реально заставит тебя страдать. Реально заставит тебя где-то лишиться покоя и мира. Это то, где ты понимаешь, что если Бог не придет, то тебе крышка. То тебе все, конец. То тебе вообще будет плохо. Ты вообще просто подставил себя. Ты глупец. Если Бог не придет, все, ты окажешься в самом худшем положении. И вот здесь, друзья, мы должны приносить те жертвы. Мы должны дать Богу возможность. Вот Бог укажет всегда на ту жертву, которая реально потрясет твою жизнь. И Он говорит, я приду и потрясу небо и потрясу землю. И вот вы знаете, сначала, прежде чем Бог придет и потрясет небо и землю, Он придет и потрясет твою жизнь. Он придет и потрясет тебя. Он сделает что-то с тобой, с твоим сердцем, с твоим будущим. И вот, когда ты жертвуешь, третий шаг, ты должен войти. И в тот момент ты должен войти в то состояние, Где ты будешь уже все свое будущее ставить в зависимость только от Бога. И уже никто, ничто тебе не поможет. Нигде не будет у тебя какой-то подпорки, Какого-то костыля, на который бы ты мог опереться. Потому что ты лишишь себя всяких костылей, Ты лишишь себя всяких подпорок, Всяких возможностей через свою жертву. Вот это состояние, когда ты входишь и ты говоришь, Боже, я сделал все так, Что теперь, если ты не придешь, Если твое благоволение на меня не придет, Я хочу его больше всего. Итак, третий шаг, Возжелать Бога больше, чем комфорта. Возжелать Бога больше, чем чувство защищенности. Возжелать Бога больше, чем чувство какой-то завтрашней гарантии. Возжелать Бога больше, чем чувство завтрашнего обеспечения. Возжелать Бога больше, чем чувство нормального состояния христианина. Выйти из зоны комфорта в зону полного, можно сказать, фиаско. Там, где ты или полностью будешь пораженным, или, если приходит Бог, то ты полностью победитель. И вот там ты испытываешь Бога. Когда мы так делаем, вы знаете, что я испытывал в своей жизни? Когда я так делал? Я так делал много раз, друзья. Я так делал много раз и всю жизнь делаю. Всю жизнь я так делаю. Каждый раз я не знаю. Потому что Бог это Бог. Он хочет, придет. Хочет, не придет. Он хочет, сделает. Хочет, не сделает. Ты не заставишь его делать. Ты не предскажешь, что он будет делать. Но ты хочешь увидеть его отношение к тебе. Но каждый раз я видел его отношение ко мне. И я видел, что он всегда приходил и делал больше намного, чем я ожидал. Поэтому ты должен знать, если ты на всякий случай хоть что-то где-то оставляешь, хоть какие-то вещи, на случай, если Бог не придет, то Он не придет. Но если ты убрал все, что может только тебя поддержать, и тебя поддержать может только Бог, или же ты себя подставляешь, то я хочу тебе сказать, вот это и есть та жертва, которую Бог ждет. Итак, третий шаг. Войди в состояние жертвы, а не даяния. Войди в состояние зависимости от Бога на 100%. Третий шаг заключается в том, продемонстрируй Богу, что Он для тебя. И Его работа, Его действия важнее, чем чувство комфорта и защищенности завтра. Пусть Бог тебя благословит. Дорогие партнеры, пришло время приносить эти жертвы благодарения правильно. И я благословляю вас. И следующий шаг вы услышите в следующем видео. И я благословляю вас. И пусть мир Божий наполнит ваше сердце. Я благословляю каждого из вас. Аминь, 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 аминь.